Назад! Стартовая позиция произвольная. Можно с тумбочки, бортика или из воды. Стиль тоже значения не имеет. Главное пройти дистанцию в 50 метров за 41 секунду юношам и за 1 минуту 10 секунд девушкам. Те, кто уложился в норматив, получают золотой знак. 70-летняя Юлия Коношанова не просто уложилась, ушла в отрыв. 38, 7, 6. Безусловно, это надо сдавать. Я думаю, это очень полезно для абсолютно всех. Во-первых, у нас становится более сплоченный коллектив. Мы узнаем наши внутренние способности. Все это должно присутствовать в нашей жизни. Зимний фестиваль ГТО в Иркутске стартовал с плавания. Его сдают 40 старшеклассников из 9 школ города. Это дисциплина по выбору. Как и метание снарядов, бег на лыжах и стрельба из пневматической винтовки. В списке обязательных дисциплин. Бег, прыжки в длину, подтягивания, наклоны вперед и работа с прессом. Нормативы стали более лояльные по сравнению с тем временем, когда мысль сдавали. Если хоть немножечко дети занимались, то они, естественно, укладываются в нормативы. Надо возвращать нынешнее поколение к спорту, чтобы длительное время нас просто об этом забывали. А это вещи нужные. Есть мнение, что следует вернуть перечень нормативов ГТО из самбо. В советское время оно там было в двух вариантах – женском и мужском. Для мужчин – как борьба, для женщин – самозащита. Сейчас, чтобы считаться готовым к обороне, достаточно освоить простые навыки. Например, уметь освободиться от захвата. Первая степень – это обязательное падение. То есть самостраховка у нас называется. Падение вправо, падение влево и падение назад. Во вторую группу будут включены броски базовые спортивного самбо. А более старшие уже будут изучать самооборону без оружия. То есть там уже прикладные виды будут включены. Будет на три степени разделена эта сдача. Пойдем, пошли. Страховка назад. Подбородочек прижатый, подбородочек прижатый. Глопок сильнее. Падение, бросок через бедро, подножка, выхват за ногу. Чтобы запомнить базовые приемы самбо, специальной подготовки не надо, говорят тренеры. А элементарные навыки самообороны без оружия еще никому в жизни не помешали. Это понимают и сами ребята. Ну, чтобы научиться бороться. Вдруг нападут, я сразу могу защитить маму, папу, брата. Ну, и друг друга. В Свердловской области Республика Карелия не стали ждать, пока решен будет вопрос на высшем уровне. А взяли, да и включили самбо в список обязательных дисциплин. Тем, кто показал наилучшие результаты, золотые знаки отличия и удостоверение к ним. Для выпускников такой золотой знак будет служить дополнительным бонусом при поступлении в ВУЗ. Дуяна Немаева, Константин Теницын. Новости сейчас.